Мы привыкли к тому, что в пустые ворота можно забросить и со своей половины площадки. Вратарь же не мешает. Это сделать становится проще. Но что, если Галкифер не покинул свои владения, а хоккеист решается на бросок из собственной зоны? Представляете? Иногда это превращается в голы. Сегодня мы сделали для вас подборку шайб, заброшенных со своей половины площадки. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Возможно, в плыв сезона 2021-2022 Эдмонтон и пробился бы в финал Кубка Стэнли. Но помешало многое, в том числе и вот такая игра от Майка Смита. Расмус Андерсон не вкладывал глубокого смысла в этот бросок, просто отправил шайбу подальше. А получилось голевое действие. С приветом из Халгари, Майк. С приветом из Халгари, Майк. На чемпионатах мира тоже периодически залетают подобные шайбы. Роман Савченко тоже не сильно задумывался о попытке забросить шайбу, но тем не менее получилось. Опытнейший Ретт Оберран просто проспал момент. Но какой бросок получился по силе и точности? Изумительно! Перенесемся почти на 20 лет назад и обратимся к студентам. Защитник Университета Северной Дакоты Робби Бина не сильно выкинул шайбу из своей зоны. Но этот наброс придал снаряду несколько отскоков, из-за которых галкипер Университета Миннесоты не справился со своей прямой обязанностью. Вот так курьез! Все-таки выбрасывать шайбу со своей половины – это тоже искусство. Дэвид Легвард сделал это невероятно четко. Парашютик опустился прямо перед носом Йонаса Корписа. И благодаря сильному рикошету ото льда шайба зашла четко в сетку. Идеальный способ дать себе и партнерам смениться. В этом моменте Дэвид Маковский действовал более целенаправленно. Не просто выбрасывал шайбу в меньшинстве, а старался затруднить жизнь вратарю соперника по максимуму. Получилось просто идеально! Гол из своей зоны Дэвид уж точно запомнил на всю оставшуюся жизнь. А здесь расстояние было поближе к синей линии, но сам бросок получился крайне неординарным. Не глядя в сторону ворот соперника, хоккеист одной из команд немецкой лиги по-бейсбольному попытался перевести игру подальше от своих ворот. Заодно и голкипера соперников разбудил. Классика НХЛ от Весы Тоскалы. Финский голкипер умудрился запустить себе за спину прыгающую шайбу. Годы идут, а этот момент до сих пор встречается в каждом хайлайте, посвященном либо вратарским фейлам, либо, как сегодня, голам со сверхдальней дистанции. Тоскала легенда! Финская вратарская школа вообще-то высоко котируется в мире, но тем не менее не только Тоскала пропускал броски с чужой половины площадки. Вот Эмиль Ларми не справился с несложным, с виду броском от Ахти Оксанина. Судя по курьезному падению голкипера, он занимался непонятно чем, а не следил за игрой опрометчиво. Один из самых знаменитых голов в карьере Андрея Маркова. Финал Евролиги 1999 года до конца третьего периода остается меньше 15 секунд. На атаку сходу просто нет времени, и защитник Динамо решается на бросок отчаяния. И попадает! Искра, буря, безумие с одной стороны, отчаяние, боли, разочарование с другой. Это классика российского хоккея. Я уверен, что никогда за всю его спортивную карьеру такого случая, такого конфуза у него не было. Голом с самого большого расстояния отметился в свое время Харди Саута. Его бросок состоялся из-за линии собственных ворот. Более далекая от правной точки для гола просто невозможно выдумать. Безусловно, помог рикошет, но такие голы встречаются раз в несколько десятков лет, а то и дольше. Бонус выпуска! Да, здесь речь идет о голе из средней зоны, но нам хочется включить его в качестве бонуса. Легендарная шайба Владимира Копотя в ворота Томи Сала в четвертьфинале Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Прекрасный бросок, комичная игра шведского голкипера, и мы становимся свидетелями легендарного момента в истории белорусского хоккея. На этом все. Пишите в комментариях, какой гол приглянулся вам больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой дистанционный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну и не забывайте про наш телеграм. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok